Дополнительные парковочные места, а может быть новая детская площадка. Что должно появиться на придомовой территории? Как ее преобразить и реконструировать? Решать жителям. В Самарской области стартовал прием заявок на участие в программе «Формирование комфортной городской среды». Какие документы необходимо собрать? Советы тех, кто уже провел большой ремонт во дворе в рамках приоритетного проекта. Выслушал Руслан Шарипов. Где проложить дорожку, а где разбить клумбу? Жители двора по улице Егорова 18 в Новокуйбышевске уже договорились друг с другом обо всех деталях благоустройства своего двора. Они одними из первых подали заявки на участие в программе «Комфортная городская среда». Внутриквартальные дороги обязательно желательно отремонтировать, потому что они, конечно, все в ямах. Ну и тротуары, вот эти вот дорожки, потому что, ну, как говорят, где человек ходит, там надо сделать тропинку. Сами жители признаются, сложнее всего прийти к компромиссу с соседями. Собрать документы особого труда не составляет. Надо организовать общее собрание собственников, договориться о видах работ, подготовить схему рисунков и отнести их в администрацию города. При этом граждане не остаются один на один с процессом подготовки бумаг. Администрация оказывает конституционную помощь. Мы проводим семинары также, информируем население и оказываем помощь в проведении общих собраний, в подготовке пакета документов. После того, как документы поданы, Департамент капитального строительства готовит дизайн двора и согласовывает его с жителями. Затем проекту начисляются баллы. Чем точнее подготовлены бумаги и чем меньше у жителей долгов за ЖКХ, тем быстрее начнется благоустройство двора. Решать судьбу своего двора жители этих домов уже привыкли. По их инициативе в 2016 и 2017 годах установили две детские, а не на той стороне, и одну спортивную площадку. Жители двора по проспекту Победы-15 – одни из самых активных в Новокубишевске. Они подали заявку на участие в программе «Комфортная городская среда» осенью 2017 года. И уже этой весной здесь закипела работа. Наш двор зажил новой жизнью. Появились детские голоса, потому что у нас появилась игровая площадка детская, песочный дворик. Здесь малыши от нуля до пяти лет спокойно играют, им интересно. Для более старшего возраста мы сделали воркаут. Также здесь появилась парковка на 24 машины, пешеходные дорожки, лавочки, урна, обновлено освещение. Благоустройство двора обошлось в 4,5 миллиона рублей. Экономия средств на торгах позволила поощрить жителей за активную гражданскую позицию и добавить к этой сумме еще полтора миллиона. Здесь, мне кажется, как все правильно поняли, вот эти новые веники, которые в городе, в городском округе, в области, вот они, что называется, оказались в первых рядах. Поэтому и такой объем работы здесь был проведен значительный. Всего в этом году в Новокуйбышевске по программе «Комфортная городская среда» благоустроено 11 дворов и 12 общественных территорий. На сумму 103 миллиона рублей. Всего в городе 388 придомовых территорий требуют капитального ремонта. Какие из них приведут в порядок в первую очередь, зависит только от жителей. Руслан Шарипов, Сергей Костин, Новости губернии.